МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире День города. С вами Марина Комиссарова. Я и мои коллеги расскажем вам о событиях понедельника. Смотрите в выпуске. Астраханский мост в процессе ремонта и все еще закрыт для движения. Когда автомобили поедут по обновленному мосту, разбирался Максим Васильев. Владотворное взаимодействие прокуратура и уполномоченный по правам ребенка подписали соглашение. Переменчивая погода. Такие сюрпризы ждут рязанцев в новогоднюю ночь. Сроки окончательного ввода в эксплуатацию Астраханского моста не изменились. По госконтракту мы идем даже с опережением. Низкие температуры пока не дают возможность еще ускориться, заявил нам сегодня начальник сектора строительства и ремонта дорог Управления благоустройства Рязанской мэрии Иван Григоров. По его словам, самый сложный этап реконструкции уже завершен. Но лучше всего будет запустить движение не по временной схеме, а постоянной. Окончательные сроки у Максима Васильева. Чисто визуально мост напротив цирка кажется готовым. Ну или почти готовым. Основные конструкции, включая металлические арки, уже установлены. Не то чтобы можно запускать движение уже сейчас, конечно, но беспокойство строителей объем работ не вызывал, пока не наткнулись на узел коммуникации. 27 проводов более сотни пользователей. С их переключением, их выносом реально пошло небольшое смещение от намеченного плана, плюс минусовые температуры, которые у нас появились в декабре, они также не позволили обеспечить то качество работ, которое мы должны выдерживать. То есть здесь бралась лаборатория, мы сейчас можем наблюдать, как послойно устраиваются подпорные стенки. Это специфическая новая технология. Новая для внутригородских решений технология – армогрунтовая система МАКВОЛ. Это когда подпорные стенки укрепляют особым образом, по принципу слоеного пирога. Сложность заключается в том, что много этапов. Также засыпка ведется с определенным уплотнением и различными грунтами, и смесями. Здесь применяется и ПГС, и чистый песок фильтрующий, также еще песок, цемент, щебень. Все это на разных кладется уровнях, каждый слой проверяется, проверяется уплотнение, что, в принципе, занимает достаточно много времени. До нормативной высоты в 7,5 метров кладки строителям осталось уплотнить примерно 1,8 метра. Ориентир – вот эта зеленая бочка. Ее, как и остальные колодцы, монолит моста должен в себя вобрать полностью. Работы – недели на две, если погода позволит. А в декабре за мороз ей особо ничего и не предъявишь. Поэтому сроки окончания оптимистично сдвинули на конец марта. Для особо въедливых строители говорят сегодня так. Даже если бы разрешили движение по этому мосту прямо сейчас, его все равно пришлось бы перекрывать. Потому что полноценный мост и полоска с односторонним движением – это две большие разницы. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Из-за антиковидных мер кафе, бары и рестораны не могут работать после 23.00. Однако этот запрет соблюдают далеко не все. В выходные дни полицейские вместе с представителями Роспотребнадзора провели рейд по заведениям общепита и выявили нарушителей. Открываем полиция! В зале кафе немало посетителей. Некоторые допивают свои напитки, другие танцуют у стойки бара. О социальном дистанцировании и защитных масках здесь решили не вспоминать. Эти и другие нарушения обнаружили полицейские сразу в двух заведениях на улице Почтовой. Отговорки везде одинаковые. Мы закрыты, ждем, чтобы все разошлись. Однако время около часа ночи. Мы заканчиваем работу, а мы закончим один часок. Во время проверки выяснилось, что в помещении одного из кафе после 23 часов находились 44 человека, а в другом заведении по соседству 50. Среди нарушителей оказалось трое несовершеннолетних. Их родителям грозит административное наказание за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и контролю за его поведением. Кроме того, рейд показал, что правила торговли спиртным были нарушены. Полицейские изъяли 23 литра алкоголя. В отношении администрации двух развлекательных заведений собраны материалы для возбуждения административных расследований за нарушение санитарных норм. Им грозит штраф до 20 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток. Олеся Котровская, телекомпания «Город». Минувшая пятница и выходные не обошлись без происшествий. Итак, 25 декабря в многоквартирном доме на Интернациональной в одной из квартир вспыхнул пожар. Информация о пожаре поступила в 18.35. Загорелась двухкомнатная квартира. Пожарные эвакуировали из дома 15 человек. Одного человека спасли. Квартиру отстоять не удалось. Огонь повредил ее полностью. На месте происшествия работали 13 человек личного состава и 4 пожарных автомобиля. Причины пожара и ущерб, причиненный огнем, устанавливаются. В областной прокуратуре подписано соглашение о взаимодействии по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних между прокуратурой Рязанской области и Уполномоченным по правам ребенка в регионе. Сегодня в прокуратуре региона прокурор области Иван Панченко и Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова подписали новые соглашения о взаимодействии в вопросах защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов несовершеннолетних. Подписание соглашения инициировано прокуратурой региона в связи с произошедшими изменениями в законодательстве, касающихся защиты прав детей. Стороны договорились об обмене информацией о выявленных нарушениях прав и законных интересов несовершеннолетних, о мерах, принятых в целях их восстановления, а также по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В рамках заключенного соглашения планируются совместные выезды в отдельное муниципальное образование Рязанской области, проведение совместных приемов граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, организация научно-практических конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам, а также участие в правотворческой деятельности в целях совершенствования законодательства, направленного на обеспечение реализации прав и законных интересов детей, а также семей, имеющих несовершеннолетних детей. Результаты проводимой работы будут освещены в средствах массовой информации. Региональное отделение Центробанка представило информацию о динамике цен в Рязанской области за последний месяц. Годовая инфляция в Рязанской области в ноябре 2020 года до 5,2%. Годовой темп прироста цен на продовольственные товары увеличился до 7,1%. Наибольший вклад в динамику инфляции внесло увеличение годовых темпов прироста цен на сахар и подсолнечное масло в условиях снижения урожая сахарной свеклы и подсолнечника. Увеличились темпы прироста цен на овощи, в частности огурцы, вследствие роста затрат на их транспортировку и логистику из других регионов, а также повышение стоимости импортной продукции. По непродовольственным товарам годовые темпы прироста цен ускорились до 5% в ноябре текущего года. Сильнее всего подорожали зимняя обувь и верхняя одежда. Годовой темп прироста цен на услуги в ноябре незначителен, составил 2,3%. Увеличились темпы прироста цен на ремонт и техобслуживание транспорта, парикмахерские услуги. Отмечается, что шиномонтажные работы последний раз дорожали в феврале прошлого года, а мужские стрижки – в феврале этого. Динамика годовой инфляции в Рязанской области в целом соответствует ситуации в ЦФО. Увеличение до 4,2% в ноябре. Инфляция в Рязанской области превысила среднее значение по округу. Рязанская область зависит от ввоза сахара, макаронов, круп, свежих овощей и фруктов. Дезинфляционные риски в 2021 году уже не преобладают в той мере, как это было ранее, учитывая усиление краткосрочных проинфляционных факторов и риски их более продолжительного действия. По прогнозу Банка России в условиях проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция составит 3,5-4% в следующем году и будет находиться вблизи этой отметки. Уроженка Рязани Александра Трусова завоевала бронзовую медаль на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, пишет sports.ru. Чемпионкой стала Анна Щербакова с результатом 264,1 балла. Серебряную медаль получила Камила Валиева, у нее 254 балла. Александра Трусова набрала 246,37 балла. В произвольной программе Трусова чисто исполнила самые дорогие прыжки в фигурном катании – четверные луцы. Новый наставник фигуристки Евгений Плющенко раскритиковал судейство. «Твои сегодняшние баллы я не хочу комментировать. Все мировое сообщество фигурного катания и так все понимает», – написал наставник русской ракеты в Инстаграм. Ряд вузов снизит стоимость обучения из-за дистанционки. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил в интервью российской газете, что ряд вузов планирует снизить стоимость обучения на 10% из-за перехода на дистанционный формат образования. По словам Кравцова, вузы будут оптимизировать расходы за счет коммунальных платежей. Министр уточнил, что уже с 1 января плату снизят Московский педагогический государственный университет и Волгоградский педагогический университет. Сергей Кравцов отметил, что большую скидку для студентов вузы позволить себе не могут, потому что нельзя снижать зарплату преподавателям. Резкое похолодание в ночь на понедельник в Рязань пришло ненадолго. Уже к среде станет теплее, а о том, какой будет новогоднюю ночь, расскажут синоптики из Гидрометеоцентра. В понедельник 28 декабря в Рязанской области резко похолодала переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и порывистый южный ветер 3-8 метров в секунду. Такая ситуация сохранится и во вторник. А вот в последние дни уходящего года под влиянием атмосферных фронтов очередного атлантического циклона ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, а местами не исключен и дождь. В дневные часы столбики термометра потянутся к плюсовым значениям, местами прогнозируется гололед. 30 декабря ночью 7-12 градусов ниже нуля. Новогодняя ночь будет значительно теплее. 31 декабря ночью минус 1, минус 6 градусов, а днем минус 3, плюс 2. В первый день года погода сохранится ночью до минус 7, днем от нуля до минус 5. На этом у меня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова